друзья приветствую вас на своем канале вязание с татьяной и с вами я татьяна сегодня я в этом видео хочу сделать такой экспресс мастер-класс сейчас я снимаю первую часть посмотрю либо это будет в двух частях мастер-класс по вязанию джемпера наверное я его назову абрикосик просто цвет такой прям шикарные в этой пряжи что пока только у меня на ум идет джемпер абрикосик прям такой коралловый прям классный цвет очень приятный очень красивый мне он очень очень понравился и получается очень красиво и прям я прям от него без ума отложила все свои процессы а точнее плед данный который я подсела и решила вот связать себе такой джемпирог и отснять по нему экспресс мастер класса почему экспресс потому что это элементарная базовая вещь которую свяжет самый начинающий даже новичок который прям вот недавно недавно взял в руки спицы и освоил технику лицевых изнаночных петель и вязание по кругу все больше ничего здесь не требуется я сейчас немножечко расскажу из какой пряжи я вижу какими спицами вяжу и перейду потом к расчету петелек и уже непосредственно к самому вот обзору и расскажу непосредственно как вязать значит я вижу данный джемпер из пряжи нако мохер деликат так по составу это 40 процентов мохера 60 процентов акрила так цвет color 6115 но если вдруг кто-то захочет тоже такой цвет приобрести значит этот цвет 6115 девочки рекомендованные спицы от трех с половиной до четырех либо крючок номер четыре значит я вижу на спицах 375 и полотно отличное так про пляжу сказала да сколько у меня тут метраж какой посмотрю вам скажу где он пишет 100 граммов 500 метров вообще очень прекрасный метраж у этой пряжи вот у меня здесь есть такой образец девчонки я по этой пряжи снимала мастер-класс обзор пряжи и он меня на канале выложен вот у меня в руках образец который я вязала в одну нитку вот так он выглядит надеюсь камера все передаст и будет все отражено и зафиксировано на камере и сейчас я вам покажу полотно которое я вижу да и как это выглядит о том как вязать в одну ниточку или в 2 это уже ваше индивидуальное дело да скажем так потому что кому что нравится кому-то более такое полотно как у меня нравится а кому-то хочется более легкости и получить из махера вот такое тонюсенькое полотно изначально я начала вязать данный джемпер именно в одну ниточку именно вот так вот думала что я буду вязать но провязав буквально набор петель до первый ряд перейдя ко второму я поняла что я категорично не хочу вязать в одну нитку но вот но не хочу не лежит у меня душа и не хочу вот все взяла распустила перенабрала петли взяла второй моток и стала вязать в две нитки чему я осталась очень довольна вот такое плотное у меня получается полотно как говорится на вкус и цвет фломастеры разные то есть сколько ниточек вам брать в работу одну или две естественно дело и выбор каждого из нас кому что ближе вот для меня я сделала вывод что не хочу я вязать тонкой ниткой хочу более плотной вязать ну вот мне нравится в полотне пряжа идет отлично расход экономичные получается вот из больших 100 граммовых двух мотков до практически они у меня еще целая вот смотрите а провязала я уже где-то ну сантиметров 20 по кругу не знаю конечно как это будет тактильности я никогда из мохера не вязала но и соответственно предполагается что данный джемпер будет носиться на голое тело да ну на белье на нижнее естественно не знаю маечки я не рассматривала как бы вариант потому что наверное это будет все не очень хорошо смотреться я все-таки еще не в том возрасте чтобы маечку там поддевать но он не будет прозрачного маечку в плане того что не кололась но посмотрим пока я еще даже об этом старалась и не думать я его после того как свяжу про простираю его в шампуньки до чтобы он помягче стал и посмотрим ну естественно если будет он колодцы то придется приобрести себе какой-то невидимый топ из тончайшей ткани ну чтобы это было совсем вообще незаметно я надеюсь что этого не понадобится я смогу данное изделие из махера носить на голое тело так значит давайте перейдем тогда к самому началу вязания я значит вяжу на размер 46 меня даже 44 46 сейчас если раньше был более 46 полный до вверх то сейчас наверное 44 46 повторяю я вижу в две нитки из махера на спицах 375 изначально я набрала 170 петель плюс одна петля для круга чтобы замкнуть в круг все набрала осталось на спицах у меня 170 петелек и стала вязать резинкой то есть резинка у меня один на один мне не захотелось два на два вот она резиночка такая я вам покажу вот вот и стала вязать значит и провязала я резинкой 13 рядов вот я уже ниже себе написала фиксирую пометки пока в процессе вязания значит в последнем ряду резинки я сделала прибавку то есть я прибавила 34 петли то есть я делала прибавки каждые 5 петелек то есть последний ряд резинки я уже провязывала все лицевые петли то есть считала 5 лицевых одна прибавка прибавку я делала из петли предыдущего ряда но мне так больше нравится не видно дырочек до от накидов если будете делать накид то в следующем ряду когда будете провязывать провязывайте накид за заднюю стенку лицевой то есть я значит делала прибавки каждые 5 петелек и и и провязав первый ряд сделала все прибавки я получила на спице 204 петли значит 204 петли я провязала вернее получила и собственно стала просто вязать по кругу все лицевые петли то есть каждый ряд каждая петля да я вижу по кругу вот так получается нитка видите вот они две нитки их даже не видно что 2 но это опять же на любителя девчонки если вам нравится такое полотно такая плотность вязки то берите смело вяжите в две ниточки я пока даже боюсь предположить сколько у меня уйдет моточков на весь джемпер наверное немного с таким расходом пряжи то есть он очень вообще экономичный получается ну и в общем то все я вижу по кругу считаю рядочки в принципе здесь непринципиально сколько рядов вот я уже провязала начиная от резинки ну соответственно как я прибавку сделала 43 рядочка то есть на данном изделии не будет швов будут два маленьких шва на плечах то есть я сижу сейчас вяжу до уровня где предполагаются проймы проймы никаких убавок где пройма должна быть никаких не будет это будет джемпер наволочка обычное полотно прямоугольная то есть я убавок делать не буду вот мне захотелось такую кофточку я ее и свяжу такую будет джемпер наволочка то есть я сейчас вяжу вверх до высоты изделия от наборного ряда ну наверное 40-45 сантиметров я уже ближе к вязанию данного количества рядов сантиметров я уже пойму ну как я понимаю сколько мне нужно или пора не не пора беру вещь кофту потому что на себе не очень удобно мерить беру какую-то свою кофту и которая меня устраивает по длине прикладываю к спинке изделия соответственно смотрю там на каком уровне у меня начинаются проймы и в общем-то понимаю что мне уже пора вот в этом случае я сделаю так же то есть от 40 до 45 скорее всего будет сантиметров вверх может быть 42 но пока не знаю пока мне еще далековато до этого и когда я дойду до этого момента я разделю свое круговое изделие на две части то есть у меня спинка 102 петли останется на одной паре спиц и перед 102 петли останется на другой паре спиц все я разделю и каждую деталь изделия перед и спинку я буду провязывать поворотными рядами то есть лицевая сторона лицевые петли изнаночная сторона соответственно изнаночные петли у меня джемпер однотонный безо всяких рисунков безо всяких узоров без ажуров там и так далее не хочу далее я провяжу там наверное сантиметров 15 может быть 18 но опять же более точно когда я уже подойду данной высоте я уже буду понимать сколько мне нужно я закрою а нет я провяжу горловину резинкой то есть у меня будет провязана вверх и также резинкой наверное 13 рядов и после того как я провяжу горловину резинкой я закрою петли и после того как я петлю соответственно аналогичным способом я свяжу вторую деталь изделия перед также провяжу сколько необходимо нигде не буду горловину вывязывать элементарное обычное полотно прямоугольное джемпер на оболочка джемпер который свяжет даже начинающая вязальщица девчонки так что берите спицы в руки если вам хочется иметь такой же джемпер в гардеробе то берите смело и не переживайте о том что у вас как-то не так получится вот ну и после того как я значит свяжу аналогичным образом вторую деталь изделия я закрою закончу провязывание резинкой и сошью плечевые швы после того как я плечевые швы соответственно сошью я уже перейду на провязывание рукавов рукава у меня будут скорее всего имитация вшивного рукава ну скорее всего подумаю пока не вижу уже готового до изделия такой без рукавки может быть буду просто набирать петли по кругу и не будет имитации но поближе к делу я уже определюсь как говорится пока еще работать и работать нужно вот пока вот я провязываю девчонки мне еще достаточно далеко до проем как будет продолжаться моя работа по вывязыванию данного джемпера естественно я вам покажу все пока на этом я ухожу на вязание продолжаю вязать и снова я к вам скоро вернусь покажу как продвигается мое изделие и так я провязала уже 40 сантиметров а если быть точным 41 сантиметр джемпера и уже пора переходить на две спицы и провязывать поворотно обратно поворотными рядами девчонки вот такое полотно получается вот видите красивенько цвет я прям от него балдею я заранее обозначила два маркера значит у меня от маркера до маркера я знаю что 102 петли вот и теперь у меня будет одна часть вязаться отдельно и соответственно вторая часть будет вязаться отдельно начну я с какой-нибудь не знаю мне надо сейчас перекинуть петли на спицу так и потом буду вязать то есть мы будем вязать сейчас я перекину счетчик рядов нам обязательно нужен чтобы считать петли 1 и 2 1 и 2 части изделия и когда мы будем вязать поворотно обратными рядами соответственно у нас с вами появится лицевая сторона лицевыми петельками мы ее вяжем и изнаночная сторона мы также вяжем изнаночными петельками все повторяю никаких проем я вывязывать не буду джемпер наволочка мне вот захотелось именно такой в таком цвете особенно вообще классной и без заморочек да без заморочек с расчетами подсчетами и так далее я в процессе вывязывания вот этого джемпера пока вижу пришла к мысли что я хочу и мужу наверное связать джим джемпер наволочку у меня лежит там ализе сейчас не вспомню но на тоненькая достаточно вот и наверное я буду вязать и залезы ему такой же джемпер наволочку потребуется просто снять мерки с него также там он у меня темно-серый черный цвет никаких рисунков также не будет будет скорее всего лицевая гладь ну а почему бы и нет отвязать джемпер и носить его каждый день там на каждодневную носку там на работу да еще куда почему бы и нет тем более вяжется он достаточно быстро так сейчас девчонки я до переснимаю петельки и продолжу все я петли пересняла девочки поставим на счетчики значит первый ряд и сейчас у нас изнаночная сторона я ее провязываю соответственно изнаночной стороной то есть вот таким образом я эту сторону буду вязать лицевая сторона лицевые петли изнаночная сторона изнаночные петли изнаночные я провязываю бабушкиными бабушкиным способом я последнее время всегда бабушкиным способом вижу не так привычный и примерно но буду примерять на себя наверное я буду вязать вот таким образом но сантиметров 13 точно потому что мое полотно примерно должно быть где-то 60 62 сантиметра то я мере по своим готовым изделиям которые у меня есть на которые я ношу по длине мне подходят вот сейчас у меня 41 на спицах было но может быть сантиметров 15 я провяжу не знаю и потом перейду на резинку но буду уже по мере провязывания смотреть и потом делать уже принимать решение сколько по высоте вязать пряжа конечно я от нее балдею пряжи цвет прям вяжешь и кайфуешь извините конечно за это но вот это вот прям песня как говорит юлия высоцкая мне очень нравится и вот у меня в работе кстати до сих пор еще первые мотки вот у меня еще сколько осталось я думаю что я закончу полотно провязав и перед и спинку и закрою петли с двух сторон уже только тогда наверное у меня закончится и на рукава наверное тоже уйдет один моток посмотрим расход великолепные у пряжи да то есть намотка великолепная у пряжи с 500 метров 100 граммах красота цветовая линейка так вообще я не знаю конечно как это будет носиться в плане скатываемости изделия до катышки в плане колкости ну узнаю как говорится все познается сравнение наступаем на свои же грабли учимся на своих ошибках вот сколько я наговорила но тут светотерапии это прям все цвет прям супер я первые петли не буду снимать не знаю правильно это или нет но почему-то мне кажется что правильно и почему-то я думаю что все таки надо их провязывать соответственно с лицевой стороны лицевой с изнаночной изнаночной все вот таким образом девчонки провязывайте примеряйте смотрите чтобы не обрывать ниточку я наверно к второй части когда начну вязать возьму еще один моток выну ниточку и спереди и серединке и все чтобы не было разрыва ни здесь ни там потому что я буду их вязать параллельно там сантиметр рядов 15 провяжу одной части и провяжу рядов 15 другой части но чтобы смотреть и примерять до чтобы понимание было когда пора перейти будет на резинку так ну все пока девчонки провязываем и встретимся уже чуть позже итак друзья я довязала нужную высоту а то есть у меня получилось на проймы с каждой стороны то есть со стороны спинки и со стороны полочки вот я провязала по 35 рядов так одну минутку просто чтобы не путаться все у меня закрыта значит 35 рядов на проймы у меня составляет сантиметров сейчас я вам скажу 20 сантиметров девочки 20 сантиметров все этого мне достаточно потому что сейчас я перейду уже на резинку на горловину один на один буду провязывать 13 рядов а это 5 сантиметров и получается что у меня на проймы 25 сантиметров вот 20 есть да вот они пройма и 5 сантиметров я провяжу еще резинкой один на один значит если делать замеры всего полотна длина высоту да то от наборного края до моих спиц до лески у меня провязана на данный момент 55 сантиметров и соответственно плюс 5 сантиметров которые я буду сейчас провязывать резинкой сантиметров 60 сантиметров длина всего изделия я пока вот этот моточки убираю то закончится и и буду вязать и буду вязать с больших клубков вот это у меня остатки пряжи от первых двух мотков я уже присоединила и вяжу еще двумя моточками так ну и соответственно на свою резинку мы переходим просто начинаю провязывать значит девчонки еще раз скажу да на проймы я когда разделила полотно я провязала по 35 рядов так все перехожу я на резинку один на один а вы переходите либо тоже на один на один либо вы если вы вязали два на два все просто соответственно мы провязываем обратно поворотными рядами и считаем ряды после того как я провяжу резинкой 13 рядов я делаю обычное закрытие петель и аналогичным способом закрываем вторую часть изделия также переходим на резинку также провязываем 13 рядов после чего сшиваем плечевые швы значит плечевые швы сошьем и приступим уже к вязанию рукавчика попыталась девочки я вытащить из одного клубка нитку из середины в общем из махера это очень трудоемкий процесс я сначала вытащила она у меня вроде даже сначала нормально вязалась буквально немножко в итоге вторая часть из клубка вышла из середины вся спутанная перепутанная я плюнула я плюнула отрезала выкинула и достала второй моток не стала я мучиться не захотела в общем не понравилось мне как из центра достается ниточка у махера так получается у меня вязать сегодня суббота вернее сегодня воскресенье субботу и воскресенье я дома на дачу не поехала и у меня дома никого нет муж на работе дочка с бабушкой уехали в деревню и я балдею я два дня вяжу так немножко уберусь вяжу постираю вяжу поглажу вяжу вообще красота так сейчас в общем заканчиваем ряд первой резинкой нашей все изнаночной и перевернули на изнаночную сторону и точно так же девочки там где лицевые лицевые петли там где изнаночные изнаночные петли все считайте рядочки провязывайте резинки и встречаемся уже чуть позже итак друзья я закончила вязать ну в смысле вязать два полотна да сейчас у меня получилась своеобразная такая жилетка пока без рукавов все я уже сшила плечевые швы сшивала просто ниткой под две петельки все одну петельку с одной стороны одну петельку с другой стороны под две дужки продевала и как обмёточным швом на лицевой стороне в принципе вот так смотрится не ужасно симпатично одно плечо и второе плечо все отпарится еще немножко я думаю будет вполне прилично смотреться так значит резинку кстати я провязала не 13 рядов как я планировала а плюс 2 потому что я примерила на себя поняла что у меня не хватает пару рядов поэтому пришлось провязать резиночкой 15 рядов все и теперь можно уже переходить к провязыванию наших рукавов значит на мои рукава мне ну всегда когда вяжу себе изделие мне нужно 60 петелек ну и по объему мне хватает нормально то есть я думала как мне вязать рукав то ли имитацию вточного рукава делать туда-сюда но решила все-таки сделать наборный ряд и набрать по кругу провязать все можно петли я набирала петли просто я уже заранее набрала вам покажу петли набирала вот за две дужки цепляла и набирала не без накидов безо всего у меня по кругу получилось ровно 60 петель и одну петлю я сделала последнюю шестидесятую вот из этой вот где вот у нас образуется когда на две части расходится полотно то образуется как бы такое ну зазор растягивается ниточкой чтобы не была большая дырка под мышкой я соединила две петли то есть в одну и сделала вывязала из нее петельку так я сейчас хочу провязать первый ряд и первый ряд я буду провязывать соответственно дальше у меня опять идет лицевая гладь и я буду провязывать все петли за заднюю стеночку их еще перекрестим разок тут кончики потом все это уберем в принципе дальше будет только идти лицевая гладь одним соответственно цветом и буду вязать ровно столько сколько мне потребуется рукав я буду делать длинный и потом уже перед манжетом сокращу петли чтобы провязать и собственно закрою первый ряд я провязываю лицевые за заднюю стеночку а второй и последующие ряды все как обычно все лицевые будут за переднюю стенку просто просто при наборном ряде все петельки у нас тут получаются перекрещенные надо их нам еще разочек перекрестить чтобы они встали у нас в ровненький ровненький рядочек тогда все это будет смотреться очень прилично девочки все девочки я провязала первый ряд за заднюю стенку а вот последняя петелька не забываем пользоваться счетчиком рядов потому что у нас с вами должны быть четкие цифры чтобы мы второй рукав связали аналогичным образом чтобы не было один рукав длиннее другой рукав короче все остальное второе последующие ряды мы с вами вяжем лицевой гладью соответственно за переднюю стенку леска у меня длинная нет у меня 375 коротенькая к сожалению буду так пока начать надо будет заказать все девчонки продолжаем вязать дальше самостоятельно и второй рукав соответственно вяжется аналогичным образом все вот так лицевая гладь уходит у нас на руках и девчонки продолжаем таким образом вязать наш рукав то есть вы вяжете любую оптимальную для вас длину хоть короткий рукав хоть три четверти рукав я в своем варианте сделала полноценный рукав то есть у меня кофточка с длинным рукавом в конце я перешла довязала до нужной длины перешла на резинку один на один и провязала манжет то есть манжет я вязала 15 рядов резинкой и потом закрыла по кругу обычным способом то есть рукав я вязала значит по кругу как я вам показывала набирала петли да из рукава из проема получилось в принципе в подмышечке вроде как нет дырочек если будут я под затяну ниточки вот манжет и переход вот такой я думаю после стирки все петельки разгладятся и лягут ровненько и я смогу носить изделие ну в плане того что смогу носить главное чтобы оно не кололось вот а там посмотрим первый раз вяжу ну и соответственно аналогичным способом мы с вами вяжем второй рукав на рукава я провязала 100 рядов то есть рукав у меня 100 рядов получился 2 идентичен первому рукаву я как раз сейчас в том месте как раз у меня по счетчику сейчас 2 провязала рядать 100 рядов и пришло время уже переходить на резинку то есть у меня на спицах 60 петелек сейчас я буду петли уменьшать так сокращать последнюю петлю провяжу последнюю так я ее не довязала и как я сокращаю петли обычным способом две петли провязываю вместе одной лицевой и так каждые две петли за переднюю стенку провязываю 2 петли провязываю вместе сейчас уже будет не очень удобно вязать надо взять пойти носочные спицы чтобы их переснять все вот так две петли провязываем одной петлей вместе кстати по расходу пряжи вот у меня вот это 3 и 4 моточек почему-то в одном меньше осталось а в другом больше и еще целый моток у меня остался ну я уже знаю куда я их дену чтобы она у меня пряжа это не оставалось я свяжу шапочку такари в несколько сложений наверное в 2 и если останется пряжа свяжу шарфик шарфик под эту шапку под эту шапку все таким вот образом мы с вами сокращаем петли на нашем рукаве на нашем рукаве пойду я за спицами схожу и вернусь все девчонки я пересняла на 3 спицы по 10 петелек и теперь мне нужно перейти уже на резинку на вязание то есть одна лицевая одна изнаночная одна изнаночная одна лицевая одна изнаночная и продолжаем опять считать счетчиком рядов ряды резинкой я буду провязывать 15 рядов и после того как я провяжу 15 рядов я уже буду закрывать петли закрывать петли буду обычным способом то есть вы также можете закрывать тем способом которым вам больше нравится главное просто сильно не стягивать при закрытии петли ну нитку не тянуть чтобы чтобы ваш рукав чтобы ваша рука прошла и все маркер я оставила на спицы чтобы был как ориентир что один ряд круговой я провязала и все девочки после того как я провяжу уже резиночку свою еще один есть зашиваем кому сколько нужно вырез горловины прячем все кончики и наша кофточка готова осень у нас не за горами под джинсики скоро будем уже и одевать лето оно пролетело как обычно незаметно остался один месяц летний так что скоро в гардеробе это нам пригодится все девчонки довязывайте уже самостоятельно ваши манжеты после этого я закрою все петли и уже кофточку вам покажу в готовых работах в общем то все такая вот получилась у нас кофточка наволочка все девочки до новых встреч всем пока пока